Прорыв дамбы в Щетинкино Проводили специалисты Росприроднадзора в субботу, сразу после ЧП Воду проверяли на наличие вредных взвешенных веществ В итоге норма по Цинку превышена в 7,5 раз, а по меди в 21 раз Чем это опасно, мы спросили руководитель Ассоциации экологических расследований Сергей Михалюту Если будет происходить просачивание водных горизонтов, из которых будет добываться вода для пищевого употребления То есть для питья, для приготовления пищи, то высокое содержание меди и Цинка и других металлов, которые там наверняка тоже находятся Будет способствовать токсическому отравлению людей и в общем случае сокращению их качества жизни и продолжительности То же самое касается добычи рыбы, которая довольно-таки интенсивно впитывает в себя все эти тяжелые металлы И употребление в пищу этой рыбы также может быть опасно для людей По содержанию нефтепродуктов и ртути в реке Сейба превышений не выявлено Также эксперты продолжают исследовать и пробы грунта Но то, что дамба разрушалась и то, что она вообще была, не заметил ни один надзорный орган, несмотря на эти проверки Хотя компанию СИСИМ проверяли регулярно Последнюю проверку в сентябре проводил Росприроднадзор Тогда инспекторы выезжали на место в Курадинский район и проверяли реку СИСИМ на загрязнение Выезжали на место, но незаконные дамбы так и не заметили Подробнее расскажет Лизата Курочкина, она сейчас в студии Лиза, ну что на это отвечает в Росприроднадзоре? Юля, ну на самом деле нельзя сказать, что там активно идут на контакт с журналистами Сегодня нам удалось дозвониться до исполняющего обязанности руководителя Росприроднадзора по краю Виталия Нетребко Но опять же нельзя сказать, что диалог у нас получился конструктивным Давайте послушаем Есть, кажется, определенные рамки, до которых я не могу выйти А в чем причина, почему вы сейчас не можете прокомментировать? В некоментарии дает центральный аппарат У нас есть административный регламент, который мы руководствуем Нарушение административного регламента чревато последствиями Но вы же можете нам прокомментировать по поводу прошлых проверок Какие проводились, когда и неужели вы тогда не заметили эту незаконную дамбу? Все результаты проверок на сегодняшний момент в переднем следственном комитете Все пояснения даны центральный аппарат, который вам сможет пояснить, что дали до предприятия, о чем мы знали и, соответственно, какие действия мы совершили В центральный аппарат Росприроднадзора мы также обратились Вот официальный запрос, который мы туда направили Будем ждать ответа по закону Нам должны его предоставить в течение 7 дней Но пока расскажу подробнее про сами проверки Итак, по данным Единого реестра проверок, специалисты разных ведомств Это и Росприроднадзор, и Роспотребнадзор, Федеральная инспекция по рыболовству и Инспекция труда С 2015 года регулярно проверяли компанию Сесим Всего провели 23 проверки, из них 14 раз на месте золотодобычи Например, последний раз Росприроднадзор в Курагинском районе был в сентябре этого года Проверяли реку Сесим на загрязнение На место выезжал специалист-эксперт отдела надзора за водными и земельными ресурсами И.А. Надежкин Он был на месте, наверняка не один день, брал пробы воды, проводил исследования Но, удивительно, дамбу так и не заметил Не замечали ее, видимо, и другие До этого внеплановая проверка была двумя месяцами ранее В июле проверяли ранее выданные предписания Еще одна проверка была в марте 2019 года, еще одна в январе Я еще расскажу, всего было 23 проверки разных ведомств Большинство из них с выездом на место Отмечу, еще примерно год назад Экологи и местные жители обращали внимание на многочисленные нарушения При добыче золота в Курагинском районе И на реке Сейба, где прорвало в итоге дамбу, тоже Вот в этом видео, которое прислали нам в новости ТВК Житель говорит, как старатели загрязнили реку Вот это река Сейба Эта река впадает в речку Сесим Ее не то, что пить Ее кипятить страшно Посмотрите, какая она грязная Но и этого тоже никто не заметил Главой Росприроднадзора по краю тогда был Андрей Калинин На запрос экологам он ответил Мы, может быть, и проверим, когда вы сами возьмете пробы воды И будет повод для проверки Сейчас же на вопросы в Росприроднадзоре Прошу прощения, не отвечают Я повторю, мы направили в ведомство официальный запрос Будем ждать на него ответа И как только его получим, конечно же, об этом расскажем У меня все, Юля Да, спасибо, это была Елизавета Курочкина Я напомню, что мы ждем официальный комментарий От Росприроднадзора в течение 7 рабочих дней Ну вот мы связались с бывшим рабочим Золотодобывающей компанией Который много лет там проработал И вот что он рассказал Давайте сейчас послушаем В данной организации, поскольку я проработал там много лет Коррупция точно так же, как и во всех других организациях Имеет место быть И когда проводились какие-либо проверки Было известно заранее о том Кто приедет, когда приедет Что будут проверять И скажу вам сразу Это все Смерти этих людей на совести руководителей И тех проверяющих органов, контролирующих Которые приезжали на участки Да, производились замеры воды Там отборы проб Но ни разу Ни разу не производились осмотры дамп контролирующими органами Существует проектная документация В которой все указано Какой объем грунта Какая толщина, высота дамбы На данный объем выработки Но ни разу ни один из контролирующих органов Не заинтересовался этим Вопросы не только к руководству данной компании Но и контролирующим органам должны быть Ну, собственно, о чем мы и говорили Что вопросы к рабочим Которые сами там едва не погибли А надзорные органы как будто не уделы Вот сейчас нам буквально перед эфиром пришло сообщение Тоже пишет Молодой человек Я работал в Сибзолото Участок Кувай Причина разрушения дамбы Перенаполнения водой В этом виноват осадки И отсутствие дренажных труб Либо их засорение Вот что пишут наши зрители У нас всегда ждут трагедии После этого проводят показательные проверки И все возвращается на круги свои Так будет и в этот раз Пишут, что они ничего не ждут Просто доложили Президент распорядился Вот и следует видимости работы Проверить, прошерстить надо не дамбы А надзорные органы Только кто это может сделать Проверить самого себя Считает наш пользователь Валерий Милинкин Ну, такие комментарии к нам поступают Пишите вы в нашей группе ВКонтакте Либо на Вайбере или Ватсап ТВК по номеру 8 923 1 65 45 00 Мы пока продолжаем выпуск Без комментариев Субтитры сделал DimaTorzok Это программа главная тема И сегодня продолжаем говорить про ЧП Где был прорыв дамбы в Щетинкино Сегодня нашли тела еще двух рабочих Их личности сейчас устанавливают Таким образом количество погибших Увеличилось до 17 человек Но трех подозреваемых по факту прорыва дамбы Отправили под арест на два месяца Накануне заседание прошли в железнодорожном суде И вот первым в зале суда оказался Начальник участка приездка Сейба Андрей Яганов Его подозревают в нарушении правил безопасности При проведении горных работ Что привело к гибели людей Сам Яганов даже не местный Он из Калужской области Работал вахтовым методом У него большая семья Девять детей Шесть из них приемные Сам Андрей свою вину признает Говорит он на участке главный И он за все отвечает Конечно соболезную всем родственникам Друзьям Кто погиб Чьи погибли А вы знали что общежития стояли неправильно Ниже Бьефа и были опасны Ну конечно Я не предполагал А пытались какие-то меры принять Чтобы вот их переместить В какое-то другое безопасное место Все Давайте А в чем вы себя считаете? Я в начале Все отвечаю Затем суд избрал меру пресечения Для горного мастера Евгения Александрова Он на участке работал меньше месяца До трагедии дамбу осматривал Говорит все было в порядке Вину свою не признает Вы признаете вину? Нет конечно В чем я признал Я визуально осмотрел Да, у меня была нормальная И последним рассматривали ходатайство Об аресты генерального директора Компании СИСИМ Максима Ковалькова Он свою вину также не признал Принес свои соболезнования Родным и близким погибших Он просил оставить его на свободе Якобы потому что он контролирует Процесс материальных выплат Семьям жертв Я бы хотел остаться на свободе В любом качестве Только для того чтобы Производить помощь Выплаты компенсационные О которых я ранее озвучил Для того чтобы Проведить погребальные выплаты Для того чтобы помочь Пострадавшим В этом ЧП Суд вынес решение Арест на два месяца Все трое под стражей Пробудут до 18 декабря Добавлю в ходе заседания Также выяснилось Вечером 19 октября В день трагедии Сотрудники компании СИСИМ Пытались вывести из офиса Финансовые документы И системные блоки Но сделать этого Не успели до обысков Я напомню Дамба на реке Сейба Была построена незаконно Но сейчас у людей возникает вопрос Почему на скамье подсудимых Оказываются обычные люди Простые рабочие Которые сами там едва не погибли А не представители надзорных ведомств Которые по сути должны были проверять дамбы Взять того же Андрея Яганова Да это начальник участка прииска Сейба Да он был главным в поселке Старатели Когда дамбу прорвало Возможно работал там Зная что сооружение незаконно Но свидетели указывают Что Яганов спал Когда пришла большая вода Когда его разбудили Начал спасать старатели Сам Яганов попросил судить его В упрощенном порядке Поскольку свою вину признал И раскаиваться Однако просил суд Не отправлять его в тюрьму У него большая семья Вместе с супругой Они воспитывают девятерых детей Об этом рассказала супруга Яганова Она считает Что муж не должен остаться крайним В этой истории Даже несмотря на то Что он сам раскаялся Потому что нет более порядочного И ответственного человека Как мой муж Он вырастил шестерых приемных детей Троих своих У нас внуков пятеро Как вы думаете? Он всегда брал ответственность на себя Никогда никуда не убегал Как думаете, кто виноват в этой трагине? Оккупация в России Виновата в этом И потом эта технология Использовалась в Советского Союза Никогда ничего не менялось Все старатели работали Такими технологиями Это горе Это просто горе Понимаете? Я вообще не знаю Как он не умер сразу Потому что 16 человек И я бы сразу умерла На месте Это надо понимать Какое давление на него оказано Он двое суток без сна Он спасал людей Он продолжал бороться Его допрашивают Вот в этом состоянии Ему не дают возможности Не выспаться Не отдохнуть Ну вот зачастую так и происходит После крупных чипа и трагедий По уголовным делам Проходят простые работяги Так было и зимней вишней После пожара Возбуждены уголовные дела На скамье подсудимых Оказались 16 человек В том числе пожарные Которые боролись с огнем Начальник караула Пожарно-спасательной части Номер 2 Сергей Генин Руководитель службы пожаротушения 1-го кемеровского отряда Противопожарной службы Андрей Бурсин Больше года они находились в СИЗО На прошлой неделе Их отпустили Под домашний арест Ну вот мы также связались Со специалистом Который более 40 лет Работает геодезистом На дамбе В том числе Эксперт работал И на таких объектах Как эта дамба Мужчина пожелал Остаться анонимным И вот что он говорит Я наверное вас удивлю У меня мнение такое Что основная причина Всех этих бед Все эти причины Которые десятилетиями Называются Коррупция Чиновники И прочие Прочие Недобросовестные люди Но Основная причина К сожалению Это мое мнение В нас С вами Во мне в том числе Тот кто позволяет Заставлять себя Работать И соглашается И идти на работу Ну в трудных Нечеловеческих условиях Но получая за это От 40 Ну максимум 90 Ну может быть 100 тысяч Склонять голову И идти На поклон И при этом Не то что писать заявление Или извещать кого-то О нечеловеческих условиях О этих видимых дамбах Которые Видно что это источник Беды Но никто Мы себе позволяем За вот эти вот 30 серебряных Пардон Извините ребята Такой термин Но Мы соглашаемся и идем А потом когда наши близкие Гибнут И мы становимся Инвалидами Мы начинаем Почему-то Взрывать Власти Коррупции К губернаторам Очень сожалею Но я участник Этого процесса К великому сожалению У меня малый бизнес Я геодезист Мы пятером работаем Мы зачастую Позволяем себе Склонив голову И идти работать За хлеб Мы продолжаем Получать сообщения Наших телезрителей Вот такое К нам пришло В первую очередь Необходимо поднять Проектную документацию В которой есть все То есть и дамбы Рассчитывается И количество Прудов накопителей И генплан Где должен располагаться Вахтовый поселок Этот проект В обязательном порядке Согласовывается Со всеми этими Контролирующими органами На основе этого проекта В Ростехнадзоре На год согласуется План развития горных работ Так что Все все знали Обыкновенная халатность Чиновников Сергей Александрович Спасибо за то Что пишете нам Вот такие мнения К нам получают Пока Сегодня стало известно Что в Красноярском крае Нашли золотой прииск Который тоже работал С нарушениями Речь идет о компании Прииск Дражный Она добывала золото В реках Янашима И Еруда В Северо-Енисейском районе Проверку проводила Природоохранная прокуратура Как оказалось На части водных объектов Которые использовали Золотодобытчики Не было разрешений Также специалисты Проверили воду И выявили превышение Концентрации марганца Медя, железа и цинка В реке сбрасывали Неотфильтрованные Сточные воды Сейчас За нарушение требований К охране водных объектов Компании грозит штраф О 300 тысяч рублей На месте трагедии В Курагинском районе Нашли смытое волной золото После порыва дамбы Об этом сообщает ТАСС С ссылкой на источник В правоохранительных органах Закрытый металлический сейф Нашли в районе реки Сейба Сотрудники МЧС Внутри оказались 9 колб С неповрежденными пломбами Также в сейфе были 14 опечатанных пакетов С концентратом Для вторичной обработки Их приобщили К материалам уголовного дела Сейчас На 18 килограммов золота Следствие планирует Наложить арест И направить На возмещение Ущерба потерпевшим Ну и вот как эту тему обсуждают Наши зрители Многие говорят о том О чем мы уже говорили Что сейчас вся вина На простых рабочих А вот надзорные органы Не удел Похоже, чтобы сделали ремонт В подъезде Надо, чтобы кто-то умер Из-за отсутствия ремонта В подъезде Все надзорные органы Нужно посадить пожизненно Считает наш пользователь Вконтакте Надежда Романовская У нас пока гром не грянет Мужик не перекрестится При капитализме Катастрофы будут идти чередой Эти надзорные органы Наверняка имеют инструкции Где проверять А куда даже носа не совать Что можно найти Как этот левый прииск А что и в упор не видеть Даже если лбом упретесь Считает наш пользователь Юрий Тимофеев О чем писал наш зритель до этого Ну вообще Если подвести итог Что еще раз В поселке Щетинкино В районе реки Сейба Где произошел порыв дамбы Напомню Спасатели сегодня нашли Еще два тела По количеству погибших Сейчас устанавливают Теперь погибших 17 человек Еще троих продолжают искать Трагедия на реке Сейба В Курагинском районе Произошла ночью На выходных 19 октября Там прорвало дамбу Технологического водоема Золотодобывающего предприятия Но вот известно Что дамба была построена незаконно До 18 октября Арестован начальник И мастер участка И гендиректор Компании СИСИМ Уже известно Что Росприот Взял пробы воды Там нашли превышение Вредных веществ По цинку И по меди Ну вот в сети Задаются сейчас Вопросом Да что Как мы уже Говорили Что пытаются Обвинить простых Рабочих И задаются вопросом А понесут ли все-таки Наказание органы Которые Проводили проверки Но вот этой Дамбы Незаконной Не видели Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин